МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам Вадима Чабана, уровень энергетической уязвимости некоторых потребителей был пересмотрен, но квитанции начислялись по предыдущему показателю. В следующей платежке уже будет указан перерасчет за декабрь. В случае возникновения дополнительных вопросов потребитель может позвонить в колл-центр Молдова ГАЗ по номеру телефона 1304, либо обратиться в офисы компании. Напомним, согласно решению правительства, граждане из категории повышенной энергетической уязвимости до марта должны платить по 12 леев за один куб потребленного газа, высокое 14, средний 17 и низкой 24 лея за один кубический метр. С 1 октября, напомним, тариф на природный газ для конечных потребителей составляет 29 леев 27 банов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова был одобрен в спешке. Да, я согласен. Нехорошо. А почему так произошло? А вот вы их и спросите. Сказали, что до последнего момента вели переговоры с Международным валютным фондом. Одно вам обещаю. Мы согласовали с постоянным бюро парламента, что в понедельник состоится заседание, посвященное только закону о бюджете. Действительно, нехорошо, чтобы окончательный документ был опубликован за несколько часов до заседания правительства. Но, думаю, важнее, чтобы в парламенте было достаточно времени. Потому что даже если в правительстве одобрили мы, на следующей неделе проголосуем в первом чтении, нужно, чтобы было достаточно времени на дебаты по нему между чтениями. Слишком серьезный закон, чтобы так быстро его принимать. Он касается жизни граждан, развития государства на целый год. К сожалению, и в этом году бюджет, как обычно, был одобрен или будет одобрен по процедуре быстро, с нарушениями и без того, чтобы представить на обсуждение. Критика есть всегда. Потому что власти всегда критикуют, даже если они делают что-то хорошее. Думаю, правительство проделало хорошую работу, потому что, исходя из той ситуации, в которой мы сегодня оказались, полагаю, все было сделано, учитывая результаты консультации, а не просто так. Накануне правительство включило в повестку заседание проект бюджета на 2023 год и сразу его приняло. По словам премьер-министра, откладывать рассмотрение проекта не представляется возможным. Согласно расчетам, дефицит бюджета в следующем году превысит 18 миллиардов 327 миллионов леев. Большую часть планируют покрыть за счет кредитов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Так, по словам Иона Чумака, жители столицы продолжают платить 10 лев 69 банов за услуги водоснабжения и канализации. Новый тариф на воду был утвержден Мунсоветом с большим скандалом в конце прошлого месяца по настоянию мэра Иона Чабана. Он составил 22 лея 94 бана, что более чем вдвое превышает текущую расценку. Нац.Агентство по регулированию в энергетике тогда заявило, что тариф слишком завышен, а также был установлен незаконно, поскольку не Муниципальный совет должен устанавливать тарифы на эти услуги, а на РЭП. Тогда же регулятор обратился по этому поводу в территориальное управление Государственной канцелярии. Российская Минэнерго должна выяснить, зачем Молдова хранит час полученного из России газа на территории Украины. Об этом лидер Кремля заявил на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Они непонятно зачем часть газа, как они говорят, своего молдавского газа, полученного от нас, хранят на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться, и я попрошу Минэнерго посмотреть на это повнимательнее. Данную тему Путин затронул, обсуждая ситуацию в Приднестровье, в том числе положение там граждан Российской Федерации. Он не согласился с репликой о том, что Молдова фактически блокирует поставки газа в Приднестровье, но признал, что Москва уже более 30 лет практически бесплатно поставляет голубое топливо в регион. Мы ведь фактически бесплатно поставляем туда газ на протяжении многих лет. Бесплатно? Но в последнее время, поскольку газ идет через территорию Молдавии, там возникают проблемы. Потому что в Молдавии есть свои сложности, и сложности большие. Политический аналитик Анатол Цирану, к которому мы обратились за комментарием, выразил мнение, что таким образом Путин посылает властям Кишнева предупреждение – не храните газ на Украине. Это заявление Путина может быть объяснено или интерпретировано как предупреждение для Республики Молдова. Если хотите иметь газ от нас, не нужно хранить его в резервуарах на территории Украины. Вероятнее всего, Россия попытается найти рычаги влияния на Республику Молдова, чтобы, скажем так, наши газовые резервы не концентрировались на Украине. Думаю, это намек на то, чтобы мы хранили его в России. Заявление российского лидера прокомментировали и молдавские депутаты. Имперские захватчики. Простите, пожалуйста, но какое их дело, где я храню ключи от машины, которая стоит припаркованная? Какое его дело, где в доме находится, не знаю, соль, например? Так и здесь, не обижайтесь, но мы заплатили за этот газ и как-то сами решим, где его хранить. Я не видел заявлений и не являюсь его пресс-секретарем. У меня нет такого источника информации. Почему газ хранится там, без понятия. Но, по моему мнению, неправильно, что он там хранится. Ранее власти объясняли, что часть закупаемого у «Газпрома» голубого топлива хранится на Украине, поскольку в Молдове для этих целей места нет. Министр Андрей Спыну отмечал, что нынешних запасов Молдове хватит примерно на два месяца. Молдова газ недавних пор поставляет на левый берег Днестра весь объем голубого топлива от «Газпрома», то есть 5,7 миллиона кубометров в сутки. Взамен Молдгресс подписала договор купли-продажи электроэнергии с «Энергокомом». Таким образом, будет поставлено примерно 204 тысячи мегаватт-часов по 73 доллара. По словам Андрея Спыну, этого количества вместе с двусторонними контрактами в Румынии достаточно для всего потребления правобережной Молдовы.